Наша мультимедийная экскурсия в Новосибирске проходит не совсем в обычном месте. Среди разных музеев и галерей, которые мы выбирали для посещения, мы смотрели на музей инопланетян, на музей солнца, но все-таки оказались в новосибирском крематории. Здесь есть музей мировой погребальной культуры. Его создал энтузиаст, культуролог и журналист. Давайте посмотрим мультимедийным взглядом на его экспозицию. Любая мультимедийная история – это работа с эмоциями. Мы берем пользователя, посетителя и погружаем его в тему, проблему, ситуацию, о которой хотим рассказать. И для этого мы используем разные форматы. Наша цель – дать человеку возможность прочувствовать, увидеть, услышать, прикоснуться, испытать самому. В музее мемориальной культуры огромная и богатая коллекция, обряды и ритуалы разных стран, реплики, реконструкции, реальные экспонаты, картины художников, осмысляющих тему смерти и погребения. Но пока посетитель всего лишь рассматривает эти коллекции. Он читает поясняющие тексты или слушает экскурсовода. Музыка. В каждой ситуации, в каждой эпохе для разных слоев общества своя. Объемные макеты заговорят совсем по-другому, если рядом будут наушники с соответствующей музыкой и голосом. На некоторых экспонатах есть QR-коды. Это попытка выйти за рамки материальных предметов и сделать некий виртуальный слой. Но интернет внутри музея ловит плохо, и вместо погружения ты борешься с технологиями. Музейная история не должна зависеть от стабильности связи. Аудио, видео, графика, интерактив, погружение в ситуацию, законченные истории, показанные через призмы разных людей. Это то, что заставляет пользователей переживать, запоминать, испытывать. Завещание длиной 95 тысяч слов. Самое длинное в мире. Дайте возможность человеку прочитать хотя бы небольшой фрагмент слух, ведь пока еще никто не смог зачитать его от начала до конца. Дайте возможность пользователю написать ответное письмо. Так было принято, если вы получили конверт с травмурной каймой. Для написания таких писем были особые правила, какие – узнаете в процессе. Украшения из волос умерших. Сейчас воспринимается странно. В 19 веке это возможность носить с собой частичку дорогого человека. И постежоры – это сейчас мастера по изготовлению париков. А еще совсем недавно эти специалисты создавали украшения из волос. Дайте возможность выбрать платье. Черное, черное с желтыми цветами, черное с белым кружевом. От чего зависит выбор. Женщины должны были носить траур 2,5 года, мужчины – 3 месяца. И в зависимости от того, сколько дней прошло с даты похорон, одежду и украшения должно было выбирать по-разному. Посмертная фотография, взлетевшая в моду и исчезнувшая из нее. Тема, в которую можно погрузиться, попробовать сфотографировать самому, посмотреть фотокарточки из коллекции, но не просто на бумаге, а на зеркале студийного фотоаппарата, накрывшись черным бархатом. Совсем другие ощущения. Пока Музей мировой мемориальной культуры цепляет внимание необычностью темы. Следующий шаг, на мой взгляд, должен быть именно в сторону мультимедийности. Погружение в историю, более глубокому знакомству с той стороной жизни, стороной смерти, которая покрыта молчанием.